Уважаемые друзья, привет вам! Ищу ваши. Побывал на нескольких предприятиях, загруженные, перезагруженные разными направлениями производства. Ключевое предприятие республики «Фронт-Крактор» увеличило объем производства в более чем полтора раза. Это ответ пестимистам, которые утверждали, что мы будем развиваться в кризисе и будем испытывать большие проблемы. Проблемы есть, очевидно, их надо решать. Одно из направлений – это перестройка валютных торгов. У нас расширяются торги дружественными валютами. И мы будем создавать еще более благоприятные условия для того, чтобы те, кто участвует на рынке, для того, чтобы покупать товары за рубежом из дружественных стран. И, соответственно, продавать свои продукты в дружественные страны. Банки зарубежные из этих стран могут в соответствии с законом выходить с торгами на валютную биржу. Думаю, что соответствующий закон мы примем, ну, если не в феврале, то в марте точно. И в этом плане произойдет либерализация торгов на валютной бирже. И, соответственно, многие вопросы, связанные с приобретением необходимой валюты, будут сняты. Мы недавно только были в Иране, там высказывали большую заинтересованность приобретения российских товаров. Но при этом есть сложности в конвертации рублей в иранский реал. Ну и торги проходят, покупка соответствующая валюта, проходят на рынках, ну, например, Объединенных Арабских Эмират. И, естественно, это неправильно в ситуации, когда примем соответствующий закон, изменится. О цифровом рубле несколько слов. Законопроект, два законопроекта внесены. Один изменение в Гражданский кодекс, другой общий закон, определяющий порядок использования цифрового рубля на рынке. Третья форма денег. Думаю, что во втором квартале текущего года он начнет действовать. Ну и напомню, что Центральный банк планирует запуск цифрового рубля как раз со второго квартала этого года поэтапно. Сначала в таком более пилотном плане, ну и далее расширяет число участников и масштабы использования цифрового рубля для того, чтобы постепенно и бизнес, и люди привыкали к использованию этой новой третьей формы денег. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы банки кредитовали в долгую. И здесь предстоит большая работа. Одна часть этой работы уже фактически проделана. Центральный банк вместе с правительством разработали подходы к тому, как стимулировать кредитование банками длинных проектов, инвестиционных проектов. Ну и, соответственно, регулирование СДБ будет построено таким образом, что перспективные проекты, в которых заинтересовано государство, регионы, муниципалитеты, будут иметь более льготную систему формирования резервных требований, другие льготы по регулированию. И таким образом мы рассчитываем на то, что банки будут более активно осуществлять кредитование необходимых для нашей страны проектов. Далее, конечно, мы хотели бы, чтобы у банка формировалась длинная ресурсная база. Сейчас она укоротилась, с тем, что многие опасаются формировать длинные вклады в кредитных организациях. И для того, чтобы удлинить такую ресурсную базу, очевидно, надо создавать льготные режимы. Я бы освободил от, например, подоходного налога доходы, которые получают граждане, если они вкладываются в длинную в эти банки. Так же, как по облигациям, можно было бы договориться о том, что, если вклад, например, более трех лет, тем более, если он значительный, больше миллиона четырехсот тысяч рублей, например, десять миллионов, то его бы правильно защитить системой защиты вкладов, системой страхования вкладов в полном объеме. Ну и, во-вторых, не облагать подоходным налогом те доходы, которые человек получает благодаря начислению процентов на его вклад. Ну и, естественно, нам надо ускорить работу над индивидуальными инвестиционными счетами. Думаю, что тема ИИС-1 постепенно должна сворачиваться, надо определить для себя срок, в течение которого она должна перестать действовать. Ну и ИИС-2, очевидно, должен быть более привлекательным, в том числе благодаря увеличению суммы инвестиций. Сейчас льготируется сумма до миллиона рублей, но предлагается увеличить ее до трех миллионов рублей. При этом еще и предлагается сформировать так называемый ИИС-3, по которому льгота будет без ограничений. При этом срок, который развивается, 10 лет, конечно, деликоват для нынешнего времени. Я бы все-таки начинал с цифры 3 миллиона рублей, то есть вот ИИС-3, ИИС-2 имеет льготу по сумме до 3 миллионов рублей, а ИИС-3 должен действовать для сумм, превышающих 3 миллиона рублей, а дальше уже по мере привыкания и изменения ситуации на рынке, когда будет большая предсказуемость развития рынков, можно было бы постепенно увеличивать цифру ИИС-3, таким образом, чтобы это привлекало граждан, и их интерес к тому, чтобы инвестировать больше сроки, чем 3 года. По мере развития этого инструмента, возможно, будет интересно. и инвестировать уже и 5 лет, и 10 лет, когда будет большая уверенность. Конечно, мы активно проведем работу и с институтами развития. Здесь нам, наверное, надо закрепить автоматическую докапитализацию институтов развития, например, ВЭП-РФ, ДОМ-РФ. Очевидно, в современной ситуации они будут более активно участвовать в инвестиционных процессах, реализовывать крупные проекты, где банков даже не под силу вкладывают в их кредитование, в силу больших объемов. Здесь, конечно, роль института развития должна увеличиться, но при этом всегда стоит вопрос капитала, поэтому надо принять решения законодательные, которые позволяли бы этим институтам автоматически докапитализироваться в силу необходимости, прописывать соответствующие нормы и в бюджетном процессе, для того, чтобы не возникало остановок финансирования крупных, а они будут, проектов, которые будут обеспечивать, в том числе переориентацию нашей экономики на азиатские, африканские рынки, на развитие разных новых транспортных коридоров, и дорожных, и газовых, и так далее. Ну и исламские финансы, новая тема, законопроект в первом чтении принят, мы рассчитываем, что уже в феврале, крайний срок, опять же, в марте, мы его примем, этот инструмент доработает, поправки подготовлены, они разросланы, согласующие институты, думаем, что в ближайшее время мы приступим к обсуждению уже этих поправок. При этом, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы снижать нагрузку на финансовые институты, в том числе, связанную с отчетностью, с соблюдением законодательства под ФТ, по финансированию терроризма, по борьбе со всякими злоумышленниками. Требования были установлены достаточно давно, ну, например, планка 15 тысяч рублей, с которой начинаются соответствующие отчеты, заключения, нагрузка возникает на финансовые институты. Мы считаем, что необходимо увеличить, звучат разные границы, но пока я называю очень осторожно 40 тысяч рублей, поскольку у нас по ряду направлений эта планка уже действует. Но у нас звучат предложения поднять ее до 100 тысяч рублей. Думаю, что в ходе дискуссии, в том числе с финмониторингом, мы договоримся о планке, ну, и необходимо это делать быстрее. Я знаю, финмониторинг работает, сейчас аналитическую работу осуществляет по тому, как работает законодательство. И после этого, после проведения ими анализа, подведения итогов этой работы, мы, очевидно, приступим уже к реализации соответствующих законодательных решений. По моим расчетам, это, ну, начало марта. Далее, конечно, социальная поддержка граждан, полная стоимость кредита. К сожалению, кредитными организациями зачастую не демонстрируются. Услуги, которые предоставляются гражданам, не всегда этим гражданам нужны, а за них они платят деньги. Поэтому считаем необходимым, чтобы в полной стоимости кредита все сопутствующие услуги, сопровождающие предоставление кредита, были отражены. Но при этом возник вопрос о дополнительных резервах, которые банки должны будут формировать в связи с увеличением полной стоимости кредита. Я договорился с председателем Банка России, написал следующее обращение, тем, чтобы они изучили предложение финансовых институтов. Первое, в том, чтобы законодательно закрепить включение всех услуг, все, что сопровождает предоставление потребительского кредита, полную стоимость кредита, но при этом резервы не должны увеличиваться, и, соответственно, нагрузка на банки не будет возрастать. Когда мы обеспечим прозрачность соответствующей работы, но и при этом нагрузка на банки не увеличится, и они будут спокойно кредит отдавать, не опасаясь, что им придется уменьшить свою экономическую активность. Конечно, мы рассчитываем в ближайшее время рассмотреть законодательство, связанное с самозапретами на получение кредитов, поскольку поступает информация о том, что несанкционировано, получаются, благодаря разным действиям главумышленников, кредиты со счетов добросовестных граждан, и об этих кредитах, о том, что им предоставлен кредит, они узнают постфактум. Вот для того, чтобы таких случаев не было, предлагают законодательно закрепить самозапрет на получение соответствующих кредитов. Надеюсь, что мы здесь найдем взаимопонимание, и в ближайшее время я рассчитываю, что в февраль-март соответствующий закон будет принят. И тема кредитных каникул, постоянно действующих кредитных каникул, она тоже сейчас у нас на повестке, в первом чтении закон принят. Думаю, что в ближайшее время, опять же, в первом квартале второе и третье чтения будут реализованы, ну и закон о кредитных каникулах начнет действовать, и наши граждане могут ими воспользоваться. Жизнь показала, что это крайне необходимая мера, благодаря которой люди имеют возможность перехватиться, переключиться, наладить свою работу нормальную для того, чтобы обслуживать кредит через определенный промежуток времени. Комп представить большая работа, в портфеле комитета больше ста законопроектов, и, естественно, это требует усиленной такой работы для того, чтобы обеспечить развитие финансового рынка законодательно. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова